Удивительным образом мы ехали именно в Херсон за день раньше, как произошло вот это происшествие. Ну, собаки, они гавкают, они пытаются тебя укусить. У нас много волонтеров были покусаны, то есть им страшно, они боятся, везде вода. Все поцарапаны, покусаны, но счастливы, потому что удалось всех вывезти. И затопило целую улицу, я не знаю, как это описать. Выглядит это ужасно. Всем привет, это подкаст ЧОВЕН, про людей, которые рятуют, и тех людей, кого рятуют. И это Юлиана Скибицкая, редакторка Бабеля, а сегодня я разговариваю с Євгеном Хаустелем. Это волонтер, который рятует тварин из затопленной части Херсонской области. Євгене, привет. Добрый вечер. Расскажите спочатку, где вы сейчас находитеся и вообще, как у вас обстановка, потому что сегодня обстрелили Херсон. На данный момент мы уже приехали поближе к самой Кахоцкой ГЭС. Мы находимся в селе Львова. Мы приехали сюда к ночи, поэтому мы сейчас ночуем. И завтра будем заниматься выдачей гуманитарки перед помощью медикаментам. Медикаменты, кодектовые наборы в селе, которое прямо на берегу реки находится. Конкретно село, которому будем помогать завтра. Там 50 домов полностью утонуло и 15 частично затоплено. То есть, грубо говоря, 65 семей завтра будут получать помощь. Расскажите, коли вы приехали в Херсонскую область? Так что спало, удивительным образом, что мы ехали именно в Херсон за день раньше, как произошло вот это происшествие. То есть, мы ехали именно в те села, которые сейчас под водой. И получается, мы заночевали в Николаеве и просыпаемся утром, читаем новости и понимаем, что нужно менять план. Потому что туда, куда мы ехали, уже наша помощь не нужна. Мы приехали в Сан-Херсон, на хабе разрутились ребят. Ну, полностью все освободили бусики, и мы еще успевали над эту островную часть Херсона вывозить это до людей. Которая буквально, ну, в общем, к 3 часам дня туда уже не было дороги. То есть, туда поднялась на тот уровень, что на бусиках не проехать. То есть, мы успели еще вывозить людей и животных с острова. Расскажите, взагалі, что вы там побачили и в перши дни, и потім, что там взагалі відбувалося? Начиналось все с того, что никто не верил, что вода так сильно поднимется. И вот мы доехали на тот остров и ходили, просто уговаривали людей выехать. А они такие говорят, ну, кто-то говорил, я верю в Бог, он не поможет. Кто-то говорил, я живу на третьем этаже, до суда вода не дойдет. Насколько я понимаю, дошла. Там у нас было буквально сколько, там, до полтора-два часа, чтобы вывезти людей в пункты. То есть, там было пару школ обустроено под это и больница. Да, сходили мало бобильных людей и какого-то престарелого возраста, женщинщики. То есть, это был первый день, и вода еще не так сильно поднялась. И второй день у нас начался уже с того, что мы ехали ночевать в Николаев. С Николаева приезжаем и поняли, что вода очень сильно поднялась. И мы вот второй день полностью занимались чисто тем, что плавали на лодках и вывозили животных. Даже нашли двух людей, у них дом высокий был. Из-за этого они сидели на втором этаже и не знали, что делать. Там была женщина лежачая, то есть там вообще была такая тяжелая операция. Это вытащить человека. Плюс, получается, лодкой заплыть во двор было тяжело, потому что вот на 10 сантиметров торчал заборчик. Ну, в принципе, уровень везда такой был, что во двор не заплыть. И вот эти ребята перетягивали лодку во двор. С трудом туда садили женщину, ее мужа и кота. Это вот вчера два человека, а в основном это были животные, самые разные, кури были, даже до них я снесла. А так, в основном, это собаки и коты. Я как раз хотела от зараз спитати про тварин, бо, ну, всі ми бачили ці фото, які таки доволі жахливі, бо тварина, ну, взагалі не может выбратися сама. Як вы рятували, як взагалі проходила от ця операція по эвакуації тварин, і взагалі, як тварини реагували? Бо вони ж, напевно, були в шоковому стані, чи спокійно вони сприймали допомогу? Далі не всі, були спокійни, даже, я б сказав, що малий процент, спокійно, ну, як спокійно, вони просто вже були об'яснені і сиділи мирно, ждали, поки їх заберуть. Вони всі напугані, всі стрісові, в розпоція не спокійно, і коли ти к ним підходиш, ну, собаки, вони гавкають, вони п'ятаються тебе укусити. У нас много волонтеров были покусаны, поэтому первая задача, это было или накинуть на нее, или были даже группы с ветеринарами, которые стреляли дротиками, которые высыпляли собак. То есть вы могли видеть у меня на видео собаки, которые без сознания люди, многие подумали, что они уже умерли, но они просто были уцеплены, потому что агрессивные, там колобай, представляете, корнеры, это собака. Были все-таки, ну поводки накидывали, грубо говоря, да, это как знаете, когда отлавливали собаку, накидываешь поводок и пытаешься, там у нас перчатки были такие довольно-таки плотные, чтобы минимизировать как бы урон. Посадил в клетку и все, плывешь на берег, выгружаешь. Некоторые от тебя уплывали, у нас личная история про собаку, за которой я плавал, не знаю, полтора часа, и в итоге я замерз, промок, тоже весь поцарапанный, потому что там в одном месте провалился подшифер, и потом мой коллега ее уже загнал в угол, и она уже не убегала, и уже ее забрали, но это уже хотя два-три часа. Коты тоже, я в погоне за этой собакой увидел кота вокруг дома, вокруг дворов, и ребята говорят, что они этого кота нашли, но это уже было в пяти дворах, этого места, где я за ним плавал. Поэтому сложно было, это не то, что она такая сидит и говорит, забери меня. То есть им страшно, они боятся, в виде вода, коты, а тоже видео, как у нас, Богдан пытался котов садить, то есть они вон уже в руке, ты его в переноску садишь, он вырывается, он второй раз садил, он снова вырывается. Все поцарапанные, покушанные, но счастливы, потому что удалось всех вывезти, и мы до темноты там плавали, почти десять вечера уже было, последняя водка вернулась вчера. А окрім котов и собак, вы сказали кур, рятували, кто еще был? Куры, кошки, собаки, люди, все. Сколько взагалі вы везли тварин, чи вы не раховали? Мы не считали, и, получается, стояли наши коллеги из Николаева, которые забирали клетки, то есть там машина собирается, они уезжают. То есть мы даже не знаем, какое общее количество, потому что собралась машина, они уехали. И мы были на шести локациях вчера. Одну локацию все исследовали, мы переехали на другую. И исследовали, переехали на другую, поэтому общую информацию, наверное, никто не ткан. Что дальше с этими тваринами? Куда они потом отправляются? Конкретно ребята, которые мы вчера сотрудничали, они уезжали в Николаев. То есть это был какой-то государственный питомник или что-то такое. А вторые ребята из Полтавы уезжали. Сегодня приезжали наши ребята из Харькова в коллеги, увезли один грузовик животных на Харьков. То есть, в принципе, много кто готов принимать животных. С этим проблем нет. И с кормом проблем нет. То есть с момента начала войны, Херсонская тренедия, Каховская, она показала, что даже спустя полтора года люди все еще могут сплотиться и преодолеть любую трагедию. То есть в Херсоне на сегодня есть все. То есть лодки, одежда, гуманитарка. Меня звонят люди постоянно, спрашивают, что надо. Я говорю, в Херсон уже не надо. И, собственно, там мы тоже, наша была такая задача. Так как мы там уже оказались случайно, да, мы первые. Мы тут закрыли Брест два дня, когда все только собирались, все только ехали. Когда тоже МЧСники военные, пока они успели отреагировать, мы вот эту пустоту закрывали, а потом уже приехали туда все, и мы поехали дальше, собственно, в область. То есть, когда ты там, у тебя очень мало времени, очень много задач. Меня спрашивают, а там у вас есть видео с людьми и счастливыми, которые спасли сюда. Мне некогда снимать эти видео, что-то дополнительно спрашивать. То есть мы просто уплыли, нашли, приплыли, выгрузились, и все по очереди, по кругу так вот. Мы говорили про то, что вы там врятовали много тварин. Багато тварин заглинуло из того, что вы видели. Мы не видели, потому что, если они погибли, то они или в будке, или дома. А так как вода выше первого этажа, то пока мы это не видим. Это будет видно, когда вода начнет выходить. Ну вот вы так поехали, ну вот зараз, да, там по Херсонской области, ближе до ГЭС. И вот, как человек, которая там находится на месте, ну, это, возможно, будет таке трошки простое вопрос, но все равно, как вы сами оцениваете масштабы того, что вы побачили. Затопило целую улицу. Я не знаю, как это описать. Выглядит это ужасно. Даже вот, когда уйдет вода, я не знаю, как эти люди будут отстраивать это все, потому что это потопленные дома, это пойдут трещины, что-то разрушится. Большие масштабы. Когда это произошло, в первый день, мы, наверное, даже не предполагали впоследствии. Мы думали, вода там, пройдет волной как-то, и все стечет вот куда-то. Представляли себе. Думали, ну, ладно, максимум два дня. Мы вчера работали, вчера до десяти вечера, а вода только пребывала. И мы, откуда она берется? То есть она все выше, выше. Мы когда приходили, там было полметра заборчика выглядывало, а заканчивали, забора уже и видно не было. И это стало еще опаснее, потому что, когда ты видишь заборы, ты хотя бы как-то ориентируйся по улице, а есть заборы разные, там все штрямки, штрямки, марматура, трубы, ну, что угодно. Это обычные, как бы, частные дома. То есть, у кого там виноград на каких-то трубах, кто подвязан, то есть куча штук, которые проколят лодку, проколят тебя, что масштабы большие. А что люди говорят? Как взагалі и они держатся и переживают? Сами местные не хотят уезжать, то есть, если говорить про эвакуацию, то нету такого массового мигрирования людей, то есть, вывозят из Херсона и области только маломобильных людей, которые сами как бы за собой не могут поухаживать, а те, кто самостоятельно, да, у разных возрастов, они просто у своих друзей работают в книгах. И в той же больнице мы вот выдавали тоже гуманитарные наборы в свою больницу. Ну, были мужчины там 40, 50 лет, 60 лет. То есть, видно, что они самостоятельные, просто они там пока живут. Нету такого, что люди собираются уехать. Они верят в то, что очень быстро это все пройдет и они вернутся домой. Дуже оптимистично. Да, то есть, даже тут в области, возле самой ГЭС, там, где я понимаю, что будет больше разрешения, нам староста говорит, нужны резиновые сапоги, инструменты, строительные материалы. Вода уйдет, и мы пойдем отстраивать свои дома. То есть, нет вопроса о переезде. А где зараз эти люди находятся, если вы прямо біля ГЭС, я так понимаю, что там очень сильно затопило? Да, люди, ну там, взять, допустим, село, в которое мы завтра поедем. Пол села утоплено, получается, кто-то у своих соседей на сухой части села или в административном центре. Это где-то 10 километров от берега. Люди временно переехали, то по родственникам, то по друзьям, кого поселили в административных зданиях разных. Без уровень гораздо меньше, чем он был два дня назад. С военными мы общались, они говорили, что дороги небо, а на село, куда мы завтра едем. Глава говорит, что уже проехать можно сегодня. Сегодня, завтра. Ви едете в принципе снова продолжить забирать животных. По животным уже пообщались сегодня с главой этого ОТГ. Она сказала, что здесь было 1800 жителей до войны. Осталось почти 500 и получается все эти броскиные животные, они, грубо говоря, подкармливаются военными и живут там рядом с ними. Но военные это такие люди, которые сегодня здесь завтра там или в целом имеет смысл отсюда эвакуировать животных, пока они домашние, пока они не одичали, пока не произошло не выправило. Потому что если военные пойдут дальше, животных они с собой убрать не будут и будет просто... Цифра непонятна, мы ограничили это так больше 100. То есть плюс-минус, да, 100 животных на... учитывая, что это ну, небольшие села здесь, так это только эта громада соседняя. То есть животных было брошенных много и не только из-за потопа, но и как бы из-за самой войны. То есть мы это наблюдаем все время. Мы сами из Харькова, в Двичанском районе, мы заезжали в села, где ни одного гражданского не осталось и сотни животных. Причем коровы, козы, собаки, все, это такая картина очень страшная. Все село в дырку от градов, побитые дома и гуляют животные. Сколько вообще планует Аплуты тут? В завтрашний день мы точно здесь. У нас задача, грубо говоря, произвести разведку, потому что ни у кого не было информации про область. Все знают про Херсон, все туда едут, все волонтеры, вся пресса, президент, но никто не знает, что в области. И нам про это село сказал координатор из областной администрации. Он сказал, едьте туда, у нас связи нет, там есть село, наполовину затоплено. Вот. Мы приехали сюда, часть информации такую общую сегодня узнали, завтра уже будем конкретно там собирать запросы, потребности передавать другим волонтерам. И, собственно, делиться опытом, как всегда, проехать, потому что дорога туда была очень долгая, грубо говоря, полдня мы сюда ехали из-за того, что не только Днепр выступил с берега, но и река Ингулец, которая впадает в Днепр, и она затопила очень много переправ. Так как все мосты были взорваны, все держалось на переправах, а переправы, так как они вернутся на воде, на возвышенности, на удаленности от нее, то они или разрушены, или утоплены, и мы делали очень большую петлю, то есть, если представить, что Днепр спускается вниз, где-то посредине ГЭС, и мы гораздо выше ГЭС обоживали, там, грубо говоря, ближе к Кривому Рогу. То есть, туда ехать ближе к Кривому Рогу, чем из Николаева или Керсона. Евгене, скажите на остаток, чи нужна вам какая-то помощь, и если да, то какая, и как ее можно вам передать? У нас все есть. У нас есть команда, у нас есть ресурсы, а жителям этого района нужна помощь в плане именно строительных материалов, нужны лихты портативные, газовые, какие-то такие двухкомфорочные, нужна резиновая обувь или вот эти, знаете, комбинезончики, которые по грудь, ну, те запросы, которые мы сегодня узнали буквально там полчаса назад, когда приехали. А так мы постараемся помочь с медикаментами, мы привезли много медикаментов, значит, есть еда, гигиена, немножко детского, но детей именно в тех селах, которые подкопили, ну, практически не было. Там парочка семей не уже выехали оттуда. В текстовой версии цього подкасту будет перелик инициатив, которым можно скинуть грошовую допомогу или любую другую допомогу. Так что обязательно подивите, вы там найдете проверенные ресурсы, как можно допомогать. Евгена, я вам очень спасибо и за то, что вы найдете время поговорить и за то, что вы делаете. Бережите себя и погладьте там всех собачек и котиков от нас. Мы за них очень сильно переживаем. Спасибо вам за то, что вы обеспечаете события, вы доносите информацию всему миру, тоже делаете важную работу. АПЛОДИСМЕНТЫ